Девушки отдыхают Кстати, тоже есть тень, Джордж Джордж пытается уйти от собственной тени Никто из нас не может уйти от своей тени Почему бы не попробовать от нее сбежать? Пеппа пытается убежать от своей тени О, она еще здесь Привет, друзья! Привет, Сьюзи! Мы тут пытаемся убежать от наших теней Никто из нас не может убежать от своей тени Хотя можно попробовать на самокате Сьюзи пытается уехать от своей тени на самокате Видели? Но тень-то все равно здесь Всем здравствуйте! На площадку пришел мистер Слон вместе с Эмили и Эдмондом Здравствуйте! Мы тут бегаем от своих теней Сбежать от своей тени невозможно Я знаю! Мы просто очень плохо бегаем Нет, Сьюзи Дело совсем не в том, хорошо ли ты бегаешь Видите? Моя тень так и осталась рядом со мной А если бежать быстрее? Даже если бежать еще быстрее Моя тень от меня не отстанет Папочка, твоя тень просто огромная Она тебя задерживает Это не так, Эмили Твоя тень всегда остается с тобой А почему? Любой предмет, встающий на пути у солнца, отбрасывает тень Смотрите! О! Мне не нравятся дождливые дни А я люблю дождь Ведь после бывает грязь, в которой можно прыгать А может мы попрыгаем прямо сейчас? Пеппа, придется подождать, пока не закончится дождик А когда он закончится? Узнаем, что обещает прогноз погоды Говорит гидрометеоцентр Дождик будет лить весь день А давайте поиграем в игру пасмурной погоды А разве в нее играют дети? Я вам покажу Если взять вот эту уточку для купания И спрятать на самом видном месте Смогли бы вы ее найти? Папа, если место видно Значит и уточку мы увидим Проверим Я положу уточку Вот сюда Так И вы мне скажете, где она? Здесь Молодец И это слишком просто, папа Я бы не стал так говорить, Пеппа Ну, кто хочет быть первым? Раз эта игра такая простая Пусть лучше Джордж начнет Хорошо, ждите меня здесь Папа-свин прячет резиновую уточку А Джордж постарается ее найти Я спрятал ее у вас в детской Джордж начинает искать уточку для купания Но найти ее оказывается не так просто Джордж, ты ее видишь Посмотри очень внимательно Джордж смотрит очень внимательно Он хочет найти уточку Теплее? Хорошо Холодно Опять тепло Джордж нашел резиновую уточку Ура! Я ее сразу заметила Ерунда какая-то, а не игра Хорошо, Пеппа водит Только на этот раз прятать буду я Мама-свинья прячет игрушку так, чтобы Пеппа непременно ее нашла Ты упаковал все вещи по списку И даже больше Подушки, игрушки, свечи, мелодии йогов и еды на целых три дня Без паники, без паники Есть здесь кто? У нас снова появится кролик Привет, сестрица Зачем ты приехала в больницу? У меня сейчас появится малыш Ясно О, да Тогда тебе лучше пройти к врачу Тогда и я пойду Ну Сначала правильно припаркуйте машину Не волнуйтесь, это надолго За пять минут только кролики появляются на свет Не толпитесь, дайте пройти Иначе малыш родится прямо здесь Так, дюжина полотенец и чайник Все это понадобится в ближайшие несколько дней О, ну куда же все это девать, мама? Неси обратно, сейчас они мне не понадобятся Что? Папа, ты пропустил самый захватывающий момент Правда? У меня сын или дочка? Двойня У нас родились близнецы Надо же На следующий день маму-кральчиху отпустили из больницы домой Привет! Можно нам посмотреть на близнецов? Ну, конечно же, Пеппа Это мальчики или девочки? Это двойня, мальчик и девочка И зовут их Рози и Робби Значит, вам пригодились оба имени? Да Рози-кролик и Робби-кролик Самые прекрасные имена на свете И придумали их мы Привет-привет, Педра! Привет, друзья! Добро пожаловать в ковбойский лагерь! Я-ха! Это же палатка! Это настоящая палатка, где отважные ковбои спят по ночам Ты что, собираешься спать здесь всю ночь? Ээээ, нет! Мне от этого слегка не по себе Давайте лучше представим, что сейчас ночь Но сейчас светит солнышко А вы представьте, что солнце – это луна Хорошо! Педро, а можно мы тоже будем ковбоями? Да! Вы будете моими напарниками! Мой маленький ковбой уже проголодался? Конечно, ма! Так ковбои говорят с родителями Может быть, ковбои-мальчики и ковбои-девочки тоже хотят перекусить? С удовольствием, ма! А ковбои всегда разбивают свой лагерь поближе к маминой кухне? Нет! Разве так сложно представить, что этого дома здесь нет? Вокруг нас Дикий Запад А что это? Дикий Запад – это территория, которую населяют одни ковбои А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы Тосты с фасолью, угощайтесь! Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите, я спою песню ковбоя? А ты что, даже петь по-ковбойски можешь? Да! Я сам ее сочинил, и вот как она звучит! Храбрый ковбой обожает фасоль И песню свою вам поет Про бобы, про стручки и про жизнь мою Про бобы, про стручки и про жизнь мою Черепашонок Тиддлс снова залез на дерево Залез на дерево? Опять? Выезжаю немедленно! Интересно, как можно снять черепаху с дерева? Надо его спилить! Точно! Пора кончать с этой деревяшкой! Нет! Хорошо, тогда я полезу наверх! Ура! Ох, да... Нет, кажется, я застрял И собаки не умеют лазать по деревьям Ну теперь-то мы, наконец, его спилим! Нет, мы вызовем самую главную службу спасения нашего города Хорошо, уже лечу! Это мисс Кролик и ее спасательный вертолет Здравствуйте! Нужно скорее спасать черепашку! А кто остался в вашем вертолете? Ух ты! Совсем забыла! Я только включу автопилот Автопилот включен Привет всем! На автопилоте вертолет может лететь сам по себе Попался! Маленький проказник! Мисс Кролик спасла непослушного черепашонка Ура! Спасибо, мисс Кролик, за то, что спасли этого малыша Без проблем, дорогая! Спасибо, что и про нас не забыла! Такая у меня работа! Прощайте! Вы ничего не забыли, мэм? Что? Ох, да! Вертолет! До свидания, друзья! До свидания! Да чего же ты непослушный! Прекрасно! Ты уже засыпаешь! Иди в коробочку! Сладких снов, малыш! Теперь черепашонок будет спать всю зиму И проснется только, когда наступит весна Шшшшшшхх! Динозавр Гррррр Джордж любит играть с мистером динозавром в ванне Вечером Джордж всегда берет мистера динозавра с собой в постель Динозавр Джордж! Мистер динозавр сломался! У динозавра больше нет хвоста Бедный Джордж Мистер динозавр был у тебя очень долго Удивляюсь, что он выдержал так долго Может быть, тебе пора купить нового динозавра? Да! Завтра мы пойдем в магазин мистера Лиса Это магазин мистера Лиса В магазине мистера Лиса продается все Уверена, что мы найдем тебе прекрасного нового динозавра, Джордж Динозавр! Джордж не хочет нового динозавра Смотри, Джордж, большой динозавр Ах! Динозавр! Доброе утро! Чем могу помочь? Мы хотели бы купить динозавра из витрины Конечно! Хороший выбор! Это Дино-рык! Он рычит, ходит и поет песенку динозавра Дино-рык! Дино-рык! Слушай, Дино-рык! Ры-ы-ы! Ух ты! Дино-рык! Мы берем Ха-ха-ха-ха! Ры-ы-ы! Ха-ха-ха-ха! Джордж играет с Дино-рыком в саду Играй с Дино-рыком осторожно, Джордж У него подвижные детали, и он может сломаться Джордж не может играть с Дино-рыком в саду Джордж хочет играть с Дино-рыком в ванной Джордж, если Дино-рык намокнет, он не будет работать Джордж не может играть с Дино-рыком в ванне Это почта Это мистер Зебра, почтальон Здравствуйте, мамаша, вам пришла открытка Спасибо, мистер Зебра До свидания От кого открытка, мама? От капитана пса Папа! Он закончил кругосветное плавание и едет домой Как замечательно! Интересно, когда он приедет? Приветствую, мистер Зебра Здравствуйте, капитан пёс Привет! Папа! Дэнни! Папа! Дэнни! Папа! Капитан пёс вернулся домой с моря Мой капитан пёс! Мама пёс, моя дорогая Ты надолго приехал, папа! Навсегда! Я решил, что мои путешествия окончены Я пошёл вокруг света и сделал себе состояние И потерял его снова И снова сделал! Ура! Ах, я люблю путешествовать Но мне кое-чего не хватает, когда я вдали Чего, папа? Моих дорогих, конечно! Хе-хе-хе-хе-хе Я навсегда вешаю свою капитанскую фуражку Я расскажу вам о своих путешествиях Я странствовал год и один день Обогнул земной шар Совсем обогнул? Да! А что вы делали внизу? Ты не упал? Нет! Я крепко держался! Ой, какое приключение! Это верно! И я привёз вам всем подарки! У-у-у! Настоящие динозавры вымерли 65 миллионов лет назад Эдмонд много знает о динозаврах Он умный слонёнок Но наши динозавры лучше настоящих У нас поющие динозавры Мы динозавры, динозавр, динозавр Мы динозавры, послушайте наш рёв Они маленькие Да Разве динозавры не должны быть большими? Да! У нас есть большой динозавр! Очень большой! Хотите с ним познакомиться? Да, пожалуйста! Это его следы Мы просто пойдём по ним У-у-у! Следы совсем как настоящие Вы уверены, что здесь нет живых динозавров? Дедушка-кролик Уверен, папа-свин Идите по валунам По мосту Через пещеру Ой, следы закончились Смотрите, тут зелёные ступени Это большая горка! Ух ты! Это большой динозавр! Да! Это моя огромная, гигантская горка-динозавр! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о-о-о! Вот это динозавр! Это бронтозавр! Кх-кх-кх... Вообще-то он называется апатозавр А ты очень умный, да? Да! Принесите сюда своих любимцев Лучший получит приз Я принесу свою золотую рыбку А я своего палочника Я принесу геккона А я обезьянку Это не настоящее животное, это кукла Это не кукла, это обезьянка Ты ей нравишься, Дэнни Зоуи может принести обезьянку, если хочет Пора домой, дети И не забудьте завтра взять своих питомцев Вечер накануне конкурса домашних любимцев Пеппе и Сюзи готовятся вместе с рыбкой Голди Ешь, Голди! Завтра у тебя трудный день Я протру твой аквариум Красота! Педро разговаривает со своим палочником Это насекомое, похожее на палочку Завтра ты поедешь со мной в детский сад Там будут выбирать лучшего любимца И это будешь ты Слоненок Эдмонд разговаривает со своим гекконом Посмотри на меня А теперь ты Зебра Зои разговаривает со своей обезьянкой Ты волнуешься перед конкурсом, обезьянка? Завтра веди себя хорошо Не будь шелунишкой Настал день конкурса домашних любимцев Мадам Газель, а кто будет решать, чей любимец лучше всех? Доктор Хомяк Здравствуйте всех! Здравствуйте! Ой, какие у вас чудные любимцы Очень веселая рыбка А как ее зовут? Это Голди Вы с ней уже встречались Ее аквариум весь блестит А что Голди любит делать? Она любит плавать и делать вот так Дедушкин поезд пахтит чух-чух Чух-чух-чух Чух-чух-чух Дедушкин поезд пахтит чух-чух Целый день Мисс Кролик везет взрослых на работу на своем большом поезде Доброе утро, дедушка Свинс Вы снова на своем игрушечном поезде? Гертруда не игрушка Это миниатюрный локомотив О, это мило Пока! Едем быстрее, дедушка Свинс Не могу! Гертруда быстрее ездить не может Большой поезд едет очень быстро Ну вот, большой поезд сломался Что случилось? Нам нужно на работу Здравствуйте, мисс Кролик У вас проблемы с поездом? Хо-хо-хо-хо Это не смешно, дедушка Свин Всем моим пассажирам нужно на работу Найди себе поезд, который не ломается, как Гертруда Хорошая идея Вылезайте! Что? Я беру взаймы ваш поезд Пересадка! А мне что делать? Можете остаться здесь и чинить большой поезд Отлично! Я люблю все чинить Как весело! Ехать на игрушечном поезде Гертруда не игрушка Это миниатюрный локомотив Конечно! Все на игрушечный поезд А он не может ехать быстрее? Нет! Гертруда медленный поезд Миссис Корова ждет поезда на следующей станции О! Что случилось с большим поездом? Он уменьшился? Нет! Это игрушечный поезд Гертруда не игрушечный поезд Это миниатюрный локомотив Пеппа и ее семья провели прекрасный день в горах Пора ехать домой Все в машину Спасибо, что посетили наши горные красоты До скорой встречи Ключ! Ключ! Нет, Джордж Нельзя играть с ключами от машины Ты можешь их потерять Ты играешь с ключами от машины, папа Я взрослый Я их не потеряю Ну вот Папа-свин уронил ключи от машины в водосток Ой! Все Поехали домой Эм... Это будет трудновато Почему? Потому что папа уронил ключи в водосток О! Папа-свин! Не волнуйся Я достану оттуда ключи палкой Ура! Ммм... Колодец глубже, чем я думал Палка не достает до ключей В таком случае нам нужна удочка Тогда мы поймаем ключи на крючок Может, мисс Кролик продает удочки? Эм... Вы продаете удочки? Вообще-то да Не знаю, зачем В горах ведь не водится рыба Мы будем ловить не рыбу, а ключи Папа уронил ключи от машины в колодец Тогда вы их не достанете Колодец очень глубокий А для чего нужны колодцы? Водосток выводит дождевую воду в море И леска не достает до ключей Ну и ну Какой глубины этот колодец? Можно узнать глубину, бросив туда камень Хорошая мысль, мисс Кролик А мы будем считать, пока камень не долетит до дна Один Два Три Четыре Пять Шесть Мне что-то не хочется Джордж еще маленький, я не пущу его одного О, ну что ж Скорее бы отмучиться О, у нас это быстро Кажется, Джордж передумал Милый Джордж Иди к маме Может, я тоже выйду? Поехали! Пока, папа-свин Кажется, остановились Как хорошо, что все уже закончилось Ого-го-го-го-го Дети, выходим! Правда, было очень весело, папа? Ага Я бы сказал, еще как Мама, что это такое? Обойди вокруг и просунь голову в это отверстие Какая я теперь? Тюзи, ты у нас помидорка! Ух ты, а я морковка! О, да! А я маленькая тыковка! Добро пожаловать в парк динозавров! О-о-о! Поздоровайтесь с нашими доисторическими друзьями! Только не нужно бояться, они же не настоящие! Именно так они выглядели, когда очень-очень давно были соседями на нашей планете! Ерунда! Что? Трицератопсы жили в меловом периоде, а стегозавры в юрском! И поэтому они никак не могли быть соседями! А откуда ты это знаешь? Я очень умный слоненок! Ма-а-а! Дети, кто хочет покататься на динозавре? Мы! Мы! А зачем в картофельном городе живут динозавры? Э-э-э, ну потому что динозавры ели картошку? Нет! Даже самые маленькие обожают динозавров! Динозавры! Динозавры! Здорово! Динозавры! А вот и мистер Бык и его коллеги! Мистер Бык будет строить наш новый дом! Значит, ты тут совсем ни при чем? Я сделал самую трудную работу! Мистер Бык будет лишь следовать моим инструкциям! Привет, мистер Свин! Что будем строить? Стоянку? Бассейн? Ракетную станцию? Наш дом! Вы сможете построить точно такой же, мистер Бык? Только побольше! Мистеру Свину нужен дом! Строить будем из соломы? Или из палочек? Или, может, из кирпичей? Из кирпичей любезнейший! Молодец, папа! Только про качели не забудьте! Не волнуйся, Пеппа! Построим! Я могу вам помочь? Джордж тоже рвется помогать! Так, Джордж! Клади-ка сюда вот этот раствор! Держи! Словно грязь хлюпает, правда? Цемент, Пеппа! Это особый вид грязи, который скрепляет кирпичи вместе! Пеппа, хочешь заложить свой первый кирпич? С удовольствием! Молодец! Дальше я сам сделаю! Кирпичи нужно класть ровно в одну линию! Ряд за рядом! Но так можно класть до бесконечности! Точно! А вы закончите сегодня? Нет, что ты! Дом нужно строить долго, целый день! Значит, завтра закончим! Хорошо! До завтра, мистер Бык! Пока-пока! Пока! Джордж сделал из липкой грязи горку! Я положила свой первый кирпич! Это все просто замечательно! Но детям давно пора закрыть глазки и спать! Сегодня к нам придет особенный гость, который будет учить вас играть в баскетбол! О-о-о! Здравствуйте! Папа! Разве уже пора идти по домам? К нам сегодня должен прийти какой-то особенный тренер! Это же я! Я есть тренер! Баскетбольный наставник называется тренером! О-о-о! Молодец, папочка! Пепа, называй меня тренером! Хорошо, папа-тренер! Кто-нибудь из вас умеет играть в баскетбол? Нет! Это же прекрасно! Нужно уметь бегать, передавать мяч и забрасывать его в кольцо! Да! Осторожненько! Ой! Это не так просто, как кажется! Чтобы играть в баскетбол, нужно много тренироваться и быть подтянутым! Папа-тренер, а вы подтянуты? Да! Я просто супер подтянут! Но, папа-тренер, у тебя же огромный живот! Это не живот, а комок мышц! Сначала мы будем учиться передавать мяч отсюда... Вот сюда! Да это же просто! Нет, Дэнни! Ногами бить нельзя! Это тебе не футбол! Щенок Дэнни любит футбол! В баскетболе броски осуществляют передними лапами! Смотрите! Кто хочет попробовать? Я! Я! Овечка Сюзи ведет баскетбольный мяч очень осторожно! Достаточно, Сюзи! А теперь попробует каждый! Все дети учатся вести баскетбольный мяч! Теперь мы будем учиться перехватывать мяч! А что это такое? Перехватывать значит отнимать мяч у другого игрока! Смотрите! Постарайся отнять у меня мяч, Джордж! Джордж освоил этот спортивный прием! Чудесный день! Можно ничего не делать! Папа Свин обожает ничего не делать! Что может быть лучше? Знаю! Чашечка чая! Дедушка Свин приехал навестить Пепу и Джорджа! Дедушка Свин! Деда Свин! Здравствуйте, Пепа и Джордж! Сегодня мы разобьем с вами ваш собственный садик! У-у-у! Садик для Джорджа и для меня? Каждому из вас я привез по пакетику с цветочными семенами! Так, нам нужно местечко на солнышке, куда мы высадим семена! Вот так! Дедушка Свин копает землю для цветника Пепы и Джорджа! А, вот и чай подоспел! Спасибо тебе, Папа Свин! Что происходит? У нас будет свой цветник! Разве нам нужен цветник? Да! Но именно здесь я всегда сижу в кресле! Есть вещи куда важнее твоих ненужных кресел, Папа Свин! Я всегда читаю здесь свою газету! Есть вещи куда важнее каких-то ненужных газет, Папа Свин! Да, цветы, например! Смотри, Папочка! У Пепы так много цветочных семян, а у Джорджа только одно семечко! О! Но зато какое большое! Ты не мог бы принести нам водички, Папа Свин? Хм, конечно! Без воды семена не смогут расти! Они очень любят пить! На грядку прилетели любопытные птички! Не разрешай птицам клевать семена, Пепа! Кыш! Фу! Летите прочь, птички! Вот водичка! Папа распугал всех птичек! Хо-хо! Папа Свин так похож на пугало! Пепа! Джордж! Пора купаться! Мы будем отмечать день разных стран мира! Ура! Пепа представляет Францию! Я Франция! Джордж представляет Россию! Педро мистер Америка! Ихо! Зои у нас Япония! Да ничего! Сюзи представляет Голландию! Алло! Так по-голландски добро пожаловать! Мадам Газель, а что должны делать переодетые страны мира? Петь гимн о мире и дружбе, разумеется! Ура! Я люблю пять гимны! И я! Надеюсь, все помнят слова! Да, Мадам Газель! Мир согласия на земле! Мир согласия на земле! Мир согласия на земле! Мир согласия! Замечательно! Очень скоро мы исполним этот гимн для ваших уважаемых родителей! А пока можно и поиграть! Поиграйте, дети! Только не ссорьтесь! Все страны мирно играют на площадке! Англии нравится кататься на горке! Франция и Швейцария качаются на качелях! Германия прыгает в классики! Один, два, три! Америка, Россия, Испания и Греция сидят в песочнице! Я построю огромный замок из песка! Еха! Ну вот подходят Голландия и Япония! Теперь наша очередь играть в песке! Почему это? Потому что ваше время давно закончилось! Идите куда-нибудь, хоть на горку! Но мы хотим играть здесь! А-а-а!